здравствуйте добрый вечер дорогие гости и зрители этого стрима а кому-то и утро потому что сегодня мы будем делать нечто интересное что то что я люблю как всегда то что вы всегда ожидаете никогда не можете предугадать что это я говорю о прекрасном стриме в честь 22 июня где мы с вами постараемся повернуть ход развития войны в свою пользу и ответить на вечный вопрос можно ли было поступить хоть как-нибудь более благоразумно и сделать нашу компанию 41 года менее кровожадной и жестокой возможно ли это что что вообще происходит и как-то можно было бы развернуть в нашу пользу об этом и стрим который я решил провести в записи потому что ну если у меня что-то не получится вы все равно вы все равно не узнаете и мне будет жутко стыдно поэтому я удалю эту запись никогда не буду показывать а в случае если не понравится то почему бы и нет я ее всегда смогу выложить обожаю без за эту чудесную возможность делать замечательные записи когда вы этого не ожидаете и без вашего предупреждения как наш стрим начинается совершенно без предупреждения без объявления вам войны без предоставления каких-либо требований со стороны нацистской германии мы находимся в состоянии войны и нам необходимо как-то действовать и вам необходимо как-то реагировать на то что я спонтанно решил начать эту прекрасную кампанию и так перед тем как мы начнем замечательную кампанию исторических самых приближенных к историческим реалиях этого времени и этого дня пара нюансов чтобы понимали ситуацию я считаю что хорошие добрые русские люди должны извлекать уроки из истории из чего угодно поэтому этот маленький компанийский стрим был задуман мной только с одной целью выучить несколько уроков которые нам преподносят 22 июня 41 года и какие же первые самые важные ошибки совершила советская руководство в это время какие важнейшие стратегические ошибки мы не должны допустить сейчас но прежде всего это слишком приближенная дивизии границам вы можете себе только представить как близко как плотно как любовно любовно хорошо любовно близко с тавтологической точностью границам советские войска облепили немецко-советскую румынско-советскую и венгерско-советскую границу в июне 41 года именно это явилось ключевым фактором того что мы проиграли первую кампанию в самом начале так как большинство дивизий наших противников сразу же захватили преимущество и срезали наши выступы самые тяжелые выступы которые нам срезали и благодаря которым мы остались без тяжелой техники которая расположена вот здесь не прекрасными тройными линиями это знакомьтесь прошу вас любите жаловать один из самых чудесных выступов ради которого советская кампания 41 года и провалилась и мы благоразумно откатились вплоть до минской киева знакомьтесь это львовский выступ львовская мясорубка львовская найдите какие-нибудь красивые эпитеты сами короче говоря видите эту прелесть это первая причина нашего провала руководил западным фронтом господин фельдмаршал кулик увы не фельдмаршал а просто маршал но вы можете себе представить этот замечательный человек по выражению сталина самый самый чудесный человек который успел дожить до конца войны и пережил все чистки назван был педрилой в самом прямом смысле не зря потому что он отправил огромное количество войск прямо в этот пятачок которым конечно же наши дивизии и лопнули и оказались в окружении и второй второй не менее интересный но не такой известный выступ белостока выступ белостока белостокский аэродром и все рядышком с ним это тоже во многом жертва наших любимых приближений границ потому как клешни армии север и армии центр здесь и сомкнулись таким образом мы потеряли их любите жалуйте знакомьтесь это белостокский выступ знакомьтесь это львовский выступ пожмите им ручкой помахайте им ручкой и конечно в этой компании есть маленькое но не историческое но согласно историческим данным исторической конве мы потребовали бестарабию и северную боковину летом в июле сорокового года и прийти территории были реально присоединены к советскому союзу но в данной компании они не присоединены к советскому союзу так как и это важная вещь я считаю что великая тактика по которым вам объясняют что чем дальше мы продвигаемся на запад тем больше мы обезопасиваем свои границы ложно кто вам скажет что товарищ сталин двигал границы к западу для того чтобы вести длительную оборонительную кампанию в дебрях наших белорусских амазонских болот это идиоты гоните их к черту потому что это так не работает война так черт возьми не работает и выгоднее оборонять одессу чем оборонять вот эту вот линию поясом смотрите эту прекрасную линию поясом где кстати говоря впервые у нас были небольшие успехи в августе мы сразу же добровольно очень быстро и очень позорно просрали и конечно северная буковина северная буковина и бессарабия они принадлежат по канве этой компании румынии но я даже сделал одолжение нашим врагам смотрите я решил усложнить себе задачу я решил отдать им буковину и бессарабию чтобы нам было посложнее играть и чтобы вы поняли каково это отбиваться от орд фашистов 41 году и хоть как-то не просрать кампанию 41 года как не просрать кампанию 41 года ну технически это очень тяжело потому как нас опережают в развертывании германские части сейчас потекут рекой на наши границы естественно придется их как-то оборонять что мы предпримем прежде всего позвольте мне поблагодарить и поприветствовать тех людей спонсоров вы должны знать этих людей да эти люди и вы должны знать тех людей кто на мой взгляд должны возглавлять западный фронт в сорок первом году и так познакомьтесь константин тракосовский самый выдающийся прекрасный замечательный человек достойной роли главнокомандующего ни в коем случае не назначать на нее жукова пожалуйста не тут жукова отправьте вот сюда у нас на добровольной отставке находится в финляндии морозит себе задницу пусть он там и будет пусть он там и остается ему там хорошо оставьте его здесь главой северного фронта назначите климента ворошилова зачем зачем климента ворошилова но он прикольный он просто было рядом в ленинграде в это время и сорок первом году прямо в июне в ленинграде произнес торжественную пламенную речь который призвал к всемирной гражданской войне таким образом мы избавляемся сразу от двух динозавров и отправляем их на север пусть они там и остаются и закончим на них следующие прекрасные господа которые будут оборонять вас спонсоры вашего дня и вашего хорошего настроения это конечно кузнецов это тимошенко мой любимый чебисов который будет оборонять самый тяжелый участок нашего направления именно львовский выступ и как вы видите львовский выступ полностью уже занят нашими горнострелками тыкните посмотрите это горнострелки которые будут оборонять вот эти горные массивы кстати говоря очень хорошая естественная ограда здесь действительно оправданно размещать наши войска близко-близко к границам кроме того перед войной я позволил себе маленькое упущение и построил несколько бункеров вот здесь рядом со станиславом на тот случай если вдруг прорвутся и да еще одно историческое допущение связан с станиславом я вывез все 600 самолетов которые были в астаниславе на начало войны и конечно же были полностью уничтожены самой первой часы я не хочу чтобы наша авиация была уничтожена самой первой часы но ради исторической справедливости я дал им львов так что не не пинайте меня за то что я не соблюдаю историческую справедливость львов тоже наверное займут поэтому я дал львову возможность принять пусть не с первых дней но удар на себя наша ключевая задача это сдерживать румынию а в румынии нам в этом поможет армия семена тимошенко конная армия конная усиленная стрелковыми дивизиями которые только-только-только-только-только-только-только-только-только подошли это самая мощная как вы понимаете армия советского союза 6 ударная армия с огромным количеством чтобы вы понимали да в сорок первом году к в к в к в к в к в к в к в и снова к в к в это просто символ начала войны и вы их больше не увидите потому что их всех будут уничтожены они будут уничтожены практически самые первые дни войны превращаться в груды развали но знайте что к в одни из самых прекрасных одни из самых мощных самых замечательных танков которые изобретала русская гениальная военная мысль и конечно же bt7 у нас будет месиво из bt7 и к в который вы увидите лавиной расползающийся железной массой давящийся вот здесь рядом с одессой на подходах киеву поскольку я перестраховщик я решил немножечко изменить и планы нашей компании сделать три линии защиты на тот случай если первую линию сметут пойдет 2 и 3 ну понимаете в третьей линии сплошные дезертиры поэтому на рассчитывать приходится только на вторую кстати вторая линия содержит собой войска нквд вы понимаете мой ход мысли да отлично вы понимаете мой ход мысли и теперь главное войска нквд войска вспомогательных линий первые линии обороны должны не умереть это наша главная и наша самая основная задача и первый шаг на пути окончательной победы в сорок первом году для разумного руководства которые понимают чему идут дела является как не странно просто стоять на месте поэтому первые часы войны мы будем просто стоять на месте пытаться не умереть и так 400 22 июня 41 года мы начинаем войну давайте приготовимся к этому событию наши парашютисты и десантники рядом с минском у аэропорта новогрудок а но пока они бездействуют если вы спросите почему не бизнес не просто бездействует потому что нам нужно выжить а не кого-то захватить именно поэтому они и бездействует и давайте начнем прямо сейчас проверять насколько я вас не обманываю в своей обороне итак господа как мы все уже узнали германия нарушила пакт молотова риббентропа пакта не нападение разорван и советский лидер господи был скорее разочарован чем потрясен таким предательством явно сожалеет что не воспользовался возможностью первым я искренне сожалею господа что не могу вам показать как надо бы повоевать с германией но в этом канале есть ссылка на видео которое вы точно видите как надо побеждать германию и побеждать германию надо было не в сорок первом конечно же а гораздо раньше но что имеем то имеем давайте выучим исторические уроки так мы стоим на месте и ничего не делаем мы просто стоим на месте пытаемся не умереть и оцениваем результат первого налета немцы пытаются атаковать нас со всех направлений сейчас посмотрим карту кстати благоразумно я забыл вам напомнить что авиацию я тоже привел в боевую готовность она взлетела до авиации она взлетела и она пытается как-то сопротивляться немецким истребителем которые рвутся в на нашу территорию вряд ли она сопротивляться будет долго но тем не менее на по сопротивляется между прочим маленькая историческая справка германия нахер не имела столько самолетов сколько мы так что мы можем самолетами просто забить их до смерти ну а первое дни войны не обращайте внимание на эту на эти цифры это вообще в принципе счет второй мировой войны у германии 389 тысяч жертв со стороны нас пока еще нет интересных жертв и у нас пока нет жертв но вы будете изредка поглядывать на этот экран оценивая насколько мы победили или нет потому что первый этап войны нам нужно просто продержаться наши пехотные дивизии стоят вместе и сдерживают натиск немцы бенгрии объявляет войну и здесь начинается самое интересное они пытаются прорваться вот в этом направлении на львовском выступе теперь господа только от нас зависит от нашей подготовки как я гениально расставил эти войска или нет давайте попробуем узнать можете поглядеть на процесс войны почему никандер чебисов гениальнейший военачальник который я всегда ставлю в самые тяжелые затыкать самые тяжелые дыры потому что никандер чебисов душка прелесть имеет хитрый лис лычку который я обожаю к сожалению настоящий никандер чебисов не имел такой личи лычки но тем не менее был прекрасным военачальником которым мало почему-то кто говорит кстати говоря на шанс главном верховном военачальнике главе нашего генерального штаба константине ракосовского он имеет три лычки агрессивный лидер мастер наступления и яркий полководец все для того чтобы вам эффективно нападать и нападать но поскольку он хороший нападающий и плохой защитник единственное преимущество как защитника в этой компании состоит в том что ракосовский отличный гибкий стран не очень много множество ачивок за гибкость а нам сейчас нужно красота гибкость нам нужно изгибаться так как только не могут изгибаться люди а пока идет война мы налаживаем дипломатические отношения с этими гадкими странами с которыми нам нужно наладить отношения потому что если вдруг немцы прорвутся слишком далеко нам придется иметь дело с этими проклятыми капиталистами мерзкие рожи отвратительные рожи одно одна другой одна другой ужаснее кстати не самого первого дня эти рожи наладили с нами дипломатические отношения так что имейте это в виду нет нет это и мне это рожа тоже очень не нравится нутанну тува действительно вступила в войну тоже в 22 июня знаете господа что советский союз 22 июня сражался не один вместе с советским союзом сражалось два государства это танну тува и монголия монголия тоже сражалась с нами ну да кого это нафиг волнует итак господа давайте продолжим давайте подведем как кузнецов сражается теперь с фридериком шутц все нападение здесь похоже неплохо господа неплохо уже один день мы мы вроде как продержались на линии фронта которая была что не произошло в истории смотрите мы делаем историю на ваших глазах главное что мы сейчас должны это заставить немцев выдохнуться на границе прям тут вот прям стоять прям 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 стоит полный боеготовность и стоит наша кстати почему мы не отступили почему мы не драпанули как в истории потому что у нас теперь есть превосходство воздухе потому что авиация не дремлет на аэродромах занимается делом который должна заниматься авиация более того как и было в истории мы бомбим бухарест только поглядите на эту замечательную сводку бомбежки бухарест 0,3 зданий уничтожено реальности два часа утра 22 июня мы не просто бомбили бухарест но также и кёнигсберг только давайте проверим кёнигсберг задели до 0,6 мы задели и потеряли два самолета на первых вылетах к кёнигсбергу ну давайте это лиха беда начала продолжим наше мужественное героическое сопротивление немцы рвутся за счет внезапности но наша главная цель здесь просто продержать его на линии фронта просто держать и главная задача вот этот львовский выступ тоже держать поскольку они не очень хотят с нами воевать нападать на наши горные защищенные укрепорайоны они дислоцируются в румынии а в румынии естественно водная преграда которая не была бы если бы мы продвинулись к яссам между прочим ну и много укрепрайонов которые имели место быть кстати говоря про укрепрайон то что вы наблюдаете здесь это мифический укрепрайон под названием линия вячеслава молотова линия товарища сталина где-то вот здесь а линия вячеслава молотова хотя давайте я вам покажу как она располагается линия товарища сталина проходит вот тут вот и идет сюда и идет сюда она идет от киева от пскова до киева грубо говоря но линия сталина была разрушена и перенесена на запад сделав ее линией молотова но открою вам маленький секрет что не имеет под собой основу в этой игре линии молотова в реальности никогда не существовало потому что линия молотова была пропагандистским вы пропагандистской выдумкой советского союза для того чтобы сделать маскировку подготовки к оборонительным действиям в то время как с красная армия готовилась совсем не эти действия проводить на советской германской границе таким образом к началу войны здесь не было никакой ли что собственно часть подтверждается состоянием дорог инфраструктуры и вообще коммуникации в полесье в белостоке вот рядышком здесь по линии на риф висла сан в новых территориях рядом с генерал губернатор сам польши смотрите как мы эффективно обороняемся а только из-за того господа только из-за того что мы стоим на месте они дрыгнемся мы стоим на месте и потихоньку выматываем нет давайте посмотрим как мы помните было 300 тысяч жертв германии в самом начале войны теперь у них 700 теперь не просто 700 а 349 тысяч человек германия потеряла на одной только на одном только направлении и более того еще не прошло черт возьми недели 300 тысяч человек при наступлении соотношение 1 к 3 но в данном случае у нас даже больше потому что потери нашего советского союза по истечении 7 дней войны составляют в 4 тысячи девять десятых человек представление о германии как они победимой сил который может вас раздавить уничтожить и сломать на самом деле ложный советский союз был не первым кто развенчал это убеждение потому что до этого момента германия также проигрывала на самом деле и она не была такой слаженной единой силы как нам пытаются показать пропаганду все что вот вы видите здесь происходящее на этом фронте ничего от меня собственно говоря дело я не зависящее не делаю просто стою на месте просто происходит потому что советский союз реально численно и по технологическому оснащению по количеству орудий по количеству самолетов превосходил германию о качестве мы умолчим но количественно советский союз превосходил и таким образом если бы он наладил элементарную оборону он бы мог держать на линии фронта огромное количество войск тем более что германской армия рассчитывала на внезапный удар если бы внезапное од Saudare не произошло произошло бы что-то вроде вот этого вы видите вот это они бьются они продолжают биться я просто стою на месте и стою на месте если на месте я надеюсь что кто-то перейдет наступление но я оставим на месте в реальности советская красная армия наступила вот здесь в реальности у советской красной армии был генеральный план о наступлении вот сюда точнее наступление из львовского и белостокского выступа чтобы под брюшки ударить вот сюда германии и отрезать ее от линии снабжения но этого не произошло потому что с львовского выступа даже пограничники пытались атаковать сходу в лоб бабах и получилось что получилось именно здесь мы потеряли большее количество самых самых хороших динозе которые и сам просто стояли на месте этого не произошло из паническое бегство красной армии лет 41 года которое произошло почти по всей линии фронта имеет отношение к реальности не совсем полное потому что в южном фронте например мы наступали и я хочу вам сказать действительно наступление это кстати как раз на армии сорок первом году могла не только отступать теперь давайте перенесемся на северный фронт это отдельная веселая интересная история советский союз в реальности объявил войну 26 июня финляндии фактически она пока не вступила в войну но давайте мы объявим войну финляндии так как мы злобный советский союз не должны исполняя обязанность партии объявить ему войну когда был взят минск тогда советский союз сразу же объявил войну финляндии чтобы срезать дефицит снабжения на другом фронте не спрашивайте зачем он это сделал просто вячеслав михайлович молотов отправил ноту в хельсинки с требованием о начале а разрыве переговоров если они ультимативно не передадут нам некоторые базы они ответили отказом мы ответили им войной мы фактически начали войну уже находясь в состоянии войны и в гораздо более плохих условиях господа так что извлеките из этого урок но поскольку мы до финляндии присоединяется к альянсу оси мы тоже ничего финляндии особенно не делаем и от нас не особенно зависит ничего потому что немецкой части подтянут суда со временем мы делаем необходимость объявления войны финляндии тем объясняя что немецкой сейчас будут передислоцированы из норвегии финляндии чтобы чуть-чуть оттянуть на порт который они сейчас оказывают сюда наши самолеты разбиваются но наши солдаты продолжают стоять и на южном фронте кстати говоря совершенно все без перемен никто не собирается атаковать да кстати говоря я на всякий случай перестраховался и поэтому сделал много 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 закладок на средства пво в районе черкас и киева потому что в районе черкас и киева безумствует безумствует проклятые немцы сражаются с нами на всех направлениях и ведут с нами воздушную войну но тоже 10 июля а немцы все не могут сдвинуть немецкий blitzkrieg стоит на месте я бы не делал какой-то фигуру из того что они двигаются и просто на месте они умные люди потому что если бы они атаковали нас сейчас в лоб они потеряли еще больше людей поэтому они совершенно очевидно думают куда в следующий раз нас ударить а мы просто им на месте главная тактика который не придерживался советской связи в начале войны просто стоять на месте и это не какая-то глупая тупая тактика как видите здесь есть даже элемент стратегии три интересных эшелона но это уже моё исключительно моё художественное преувеличение в данном случае видите эту огромную группировку немецко-венгерских войск на нашей границе а это огромная группировка могла бы захватить сейчас уже одессу она уже захватила одессу по настоящему времени по историческим меркам она должна была захватить одессу но не сделала этого и наша общая советско-германская граница пока продолжает оставаться на начале 1940 года германия в течение первых недель боев по нашей стратегии потеряла 1 миллион 7 1 миллион простите 70 тысяч человек но на всех фронтах конечной счете на нашем фронте на восточном германии потеряла 692 тысячи человек мы потеряли 5000 человек конечно это фантастическая вещь которая может быть допущением только хардсов иран-4 но мы сейчас немножечко извратимся вы должно быть интересуетесь мог ли советский союз победить и германию прям в сорок первом году мокли советский союз обескроет германию и выйти к берлину я мог ли советский союз разгромить и сорок первом году всю территорию страны которая оккупировала практически всю европу также как германия оккупировала практически всю нашу страну технически да ответ технически да но для этого потребовалось бы около миллиона жертв самые первые самые первые часы войны а именно связанная с тем эти миллионы жертв с прорывом действительно вот этим самым прекрасным прорывом на южном фронте я прорыв на южном фронте делать не буду потому что они кровавые но для вас будет маленький интересный прорыв как ни странно я интересовался восточная пруссия которая является для германии чуть ли не священной коровой мощным фортпостом отличной базовой площадкой для наступления является как ни странно очень уязвимым местом если туда ну например не знаю направить 59 отборных элитных советских дивизий которая из легких танков состоят которые были в начале войны но которые увы не были использованы я подумал а что если мы действительно направим эти дивизии по восточной пруссии прокатимся маршем по фрицам как вам кажется это здоровская идея или не здоровская я думаю что это здоровская идея давайте попробуем осуществить интересное продвинуться на территорию восточной пруссии силами нашей пятой армии отдельной армии ивана конева отдельная армия ивана конева которая получит отдельные только для своей армии задания взять восточную пруссию постарается нанести удар мы его немножко подкорректируем удар мы попытаемся нанести с конца белостокского выступа чтобы отрезать восточную пруссию таким образом полностью лишить немцев снабжение от кёнигсберга это будет маленький но интересный шаг который собственно говоря позволит вам оценить весь масштаб пиздеца который мог настигнуть германию если советский союз мыслил немного творчески давайте попробуем наступать как вам кажется мы готовы к наступлению я думаю что нам следует подождать еще пару дней и как только они отведут свои части начать ударить и прямо по белостокскому выступу прямо до данцига и попытаться закрыть их в этот замечательный мешок замечательная вещь когда вы наступаете ночью ночью конечно у вас штрафы но давайте откровенно ночью никто и не собирается ждать от вас чего-то подлинного поэтому как только ночь снова опустится над восточной пруссией мы начинаем давайте так договоримся и так ночь опускается над восточной пруссией фактически 19.00 по гринвич уйдет но у нас уже ночь поэтому мы отрежаем конева для выполнения этой великой задачи конев вам слуга вы должны быть удивлены почему группа армии север так легко отступает под натиском советских вроде бы устаревших вроде бы ни на что негодных вроде бы каких-то за простите дрипан их паровозок прошлого века на самом деле танки т-60 и т-7 которые представляют костяк нашего наступления восточной пруссии это блестящие танки которые идеально подходят для войны в европе ну к сожалению совершенно не подходят для войны вот здесь в болотах грязи пересеченной местности грязи и я сказал грязи ну потому что очень много грязи болот и пересеченной местности а bt-7 и очень хорошо подходят для борьбы вот здесь в этой прекрасной хорошей германской дороге гладким рельефом идет прямо 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 по аэродрому восточной пруссии только посмотрите как красиво как замечательно они идут по восточной пруссии давайте я чуть-чуть вложу частичку маэстро отсюда и мы подкорректируем наше наступление корректировать наше наступление я рекомендую следующему если мне удастся взять непосредственно кёнигсберг не переживать технически этот план не входил советское наступление и в планах по соображению о советском наступлении по стратегическому развертыванию в июне сорок первого года технически он не входил в план но давайте попробуем представить что это наше личное творчество мы позволим себе отклониться от плана нападение гроза и сделать нечто интересное выходе продвинуться вплотную по белостоку до данцига разрезать кёнигсберг и dance и главная цель конечно же в данном случае для вас будет аэродром восточной пруссии аэродром восточной пруссии вы должны взять поскорее поддерживайте свои танковые группы которые атакуют со всех направлений аэропорт кёнигсберга готов с трех направлений вилкой атакуйте предместь и кёнигсбергом когда я изучал это прекрасное время мне посчастливилось иметь возможность поглядеть на состав войск защищавших например кёнигсберг 22 июня 41 года оказалось что там всего лишь несколько совершенно не обученных плохо вооруженных дивизий которые были штурмовыми группами просто охранявших банально замок и больше ничего то есть технически если бы вы задумали напасть в июне июля 41 года на германию и взять кёнигсберг вам бы технически уже никто не помешал в этой задумке давайте попробуем взять кёнигсберг мы зайдем прям отсюда мы должны сойти с мемеля и с юга с востока подойдем к кёнигсбергу окружая его а вторая группа пытается взять взять раз взять эту прекрасную территорию которая разделяет кёнигсберг и данцик не забываем о том что советский союз тоже живое существо ему нужно питаться ему нужна сталь ему нужна резина и всякие всякие прочие вещи кстати говоря давайте не эвакуировать промышленность никуда потому что мы не рассчитываем на долгую затяжную великую отечественную войну мы планируем сделать по умному мы планируем просто компанию раздавить нафиг всю германию давайте не делать этих глупых ходов по эвакуации промышленность куда-то в зажопыль что приказы т-60 разработанные в 1941 году это большое и очень интересное приобретение советского союза утра увы к сожалению в должной степени не были оценены а между тем это продолжение великой военной мысли советского союза и усовершенствование на тему размышления о том как может выглядеть танк btc вот в данном случае увидите волшебная волшебную модель которая показывает замечательный танк который небольшом количестве в ограниченном экземпляре все-таки прошел на вооружение советской армии и некоторое время сражаться но стал грудой ржавчины металлолома в первые дни войны вообще если вы хотите детально изучить первые дни войны советского союза вы должны знать что в первые дни войны приблизительно все это стало металлоломом так что нечего вам изучать оно стало бесполезным мусором но мы попробуем этот бесполезный мусор применить в деле слушаю из танковой группы выделите две дивизии вот эти вот и по побережью пройдите по побережью у вас балтийского моря это очень незащищенный очень уязвимый район германии который практически всегда оставался незащищенным виду отсутствие возможности военно-морского десанта с этих территорий а наш бравый балтийский флот он останется пока здесь так как германский флот бесчинствует балтийском море пусть наши балтийский флот чуть-чуть подождет его мы пустим в ход попозже румыния призывает сям в наши противники но пока мы воюем и так господа через два часа будет захвачен кёнигсберг точно два часа прошли и я хочу чтобы мы отметили наш маленький успех 23 июля 41 года советский союз мог взять кёнигсберг в случае вышеописанных действий но поскольку наше наступление как вы видите начинает задыхаться мы сталкиваемся со все большим агрессивным отбором германии на кёнигсберге мы остановим пока мы не будем двигаться дальше кёнигсбергов попытаемся остановиться здесь и замкнуть как можно больше дивизий в этот котел дальше не двигаться так что скажем нашему по него остановиться мы не сумели реализовать программу максимум сдвинуться прямо до данцига но мы программу минимум реализовали мы взяли кёнигсберг и давайте теперь кёнигсберг этот удерживать что у приказа вы только что видели вы видели фрагмент снабжения перемещение экспорта сместилась ленинграда на кёнигсберг это значит что мы собственно говоря теперь имеем доступ к кёнигсбергу побережье норвегии ко всему остальному таким образом советский союз в полной мере владеет северным морем может соединить свой северный флот который был практически всю свою войну нигде просто нигде он лежал где-то там далеко и этот северный флот мы можем объединить с балтийским когда придет время великой битвы за балтийское море но пока эта битва еще не наступила вы можете радоваться советский союз может пройти через побережье норвегии и вот сюда через канал вильгельма прям прям балтийское море чего не было в реальности осуществлено потому что германия сразу же взяла все эти порты и технически вся наша финляндия и северный фронт оказались большой дырой где вели сторожение маленького масштаба остановленная на границах вот этих вот самых карелии который имел на момент начала войны зимой тридцать девятого года финляндская республика когда все наши войска прибудут на место наш самый ударный клин это клин который сейчас возглавляет иван коник когда они прибудут на место мы попытаемся новое наступление осуществить с ними же 2 дивизии которые остались здесь по побережью попытайтесь срезать этот маленький выступ таким образом сделав из них мешок если мы сделаем это 13 ними здесь сразу же окажется у нас технически в плену отряжайте 4 дивизии легких танков чтобы прорвать оборону пытайтесь прорвать оборону где-то здесь 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 6 дивизий сделать отсюда пытайтесь крюк завязать таким образом завяжите крюк таким образом с двух сторон сделаем клешни и у пытаемся захватить всю группу армии север господа мы делаем нечто интересное давайте захватим группу армии север в июле 41 года и уничтожим ее это будет круто скажите а это будет круто знаете почему это круто потому что если мы уничтожим группа армии север никто фактически уже не может остановить наше наступление на берлин потому что группа армии центр зажата здесь между львовским и белостокским выступом круто правда мы можем их просто раздавить но для этого нам нужно очень ловко уничтожить группу армии север и так давайте уничтожим группу армии север слушаю я готов что приказа я готов сейчас идут упорные бои за данск энксерт эребард хел сейчас держит оборону этого города технически мы можем взять данск и в таком случае мы отрежем еще один путь снабжения для групп армии для групп армии и север простите внимание это поскольку мне кажется предел нашего развития в настоящий момент давайте остановимся здесь и закрепимся дойдя до данцига вы должны чуть-чуть остановиться потому что вам нужно срезать этот пятак вам нужно срезать поймать в этот капкан в этот мешок оставшиеся немецкие дивизии чем мы сейчас и займемся но 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 и но Слушаю. Так точно. Готов подвигаться. Готов подвигаться. Внимание! Выходим! Готов подвигаться. Так точно. Выходим! Главное для вас сейчас в окружении группы армий Север попытайтесь сделать так, чтобы ваше направление атаки здесь соединилось с нашим направлением атаки тут. Если это удастся, мы закроем котел огромное количество немецких дивизий. 6, 9, 8. Мы закроем больше 10 немецких дивизий за раз. Сделаем из них котел. Готов подвигаться. Оставшиеся дивизии пока пусть только окружают их и ничего не делают. Наша задача сделать так, чтобы они оказались в окружении, просто забившись здесь в угол. Внимание! Я готов. Я готов. Готов подвигаться. Выходим! Мирно! Идем, идем! Отступаем! Готов подвигаться. Внимание! Готов! Слушаю! Выходим! Стоп! Как видите, не все складывается так гладко, как мы хотели. У нас две танковые дивизии застряли сами в котле. Но я надеюсь, что мы этот котел реверсируем обратно. Так точно! Жду приказа! Мы вызвали их из котла, наши две немецкие дивизии, простите, советские дивизии. Теперь освобождены, у них полное снабжение. Это значит, что мы снова можем вернуться к окружению армии Север. Мы раскрыли их сети. Теперь мы разняли их клешни, можем создавать свои клешни. Это была маленькая стратегическая убертка. Всеми своими силами направляйтесь сюда. Закрывайте плотский выступ, и мы закроем группу армии Север. Закрыв группу армии Север, мы только что ее закрыли. На ваших глазах группа армии Север полностью закрыта. Закрыто, наши войска окружили ее. Закрыв ее, мы можем развивать дальнейшее наступательное действие. Начинайте полномасштабную со всех сторон атаку на позиции немцев, которые окружены. Прежде всего обращайте внимание на Кёнигсберг. Слушаем! Как видите, сейчас 6 августа 1941 года. Эта группа армии Север находится в окружении Советской Армии в Восточной Пруссии. Восточная Пруссия практически полностью оккупирована Советским Союзом. И в честь этого прекрасного события давайте сделаем то, что Советский Союз любит больше всего. Включим самую жестокую политику оккупации на оккупированных территориях. Затраты на оккупацию нафиг их всех сделаем так, как мы любим. Будем эксплуатировать ресурсы Германии по полной. Таким образом мы вывозим всю необходимую промышленную, индустриальную мощность себе, чтобы продолжать наступление вперед. А тем временем вот группа армий Центр перед вами. То есть это огромное количество войск, которые нам нужно рядом с Варшавой подрезать. Сейчас мы ей будем заниматься. Но давайте завершим разгром группы армий Север. Я готов! Что приказа? Готов! Выходим! Окруженные войска продолжают сопротивляться, но у них уже нет никаких припасов или снабжения. А поскольку мы контролируем небо над Германией, над Восточной Пруссией, технически они уже находятся в заперти и в ловушке. Незначительное количество войск, которое сейчас Вальтер Крюгер представляет для себя, пытается отчаянно сопротивляться. Мы сейчас по-быстрому его уничтожаем, потому что у нас нет времени на то, чтобы разбираться с ними. Вальтер Крюгер капитулирует. Таким образом, Северный фронт Германии падает к нашим ногам. Северная группа армий Север ликвидирована. Давайте посмотрим. Да, это не так много человек. Все-таки попало нам от этой самой группы армий, но тем не менее. Кого-то все-таки нам удалось. Пришить, окружить и разбить. Теперь, когда мы полностью контролируем Восточную Пруссию, сейчас мы ее возьмем абсолютно полностью, мы развернем наступление в двух направлениях. Из нашего любимого Львовского выступа, знакомьтесь. Ну и, конечно же, как можно забыть про продолжение Белостока. Теперь мы попытаемся обрушиться на Варшаву с севера. Так точно! Продолжение следует... Так точно! Мы будем воевать именно ими, именно этими прекрасными соединениями. Как видите, мы полностью только что захватили Восточную Пруссию. Следующим шагом для нас будет являться Вислинская операция, то есть фактически продолжение Вислинской операции. Висло-Одер, Висло-Одер, вот Висло-Одер, продолжение наступления на Берлин. Сейчас 12 августа 22.00. Я рекомендую вам, когда все дивизии прибудут на свои позиции, это еще потребует некоторого времени, продолжить вместе с ними войну уже на Центральном фронте, попытаться взять Варшаву. Как нужно попытаться взять Варшаву? Это не так просто. Сначала вы приказываете всем своим, находящимся на этом фронте, стрелковым дивизиям, в общем, рисуйте им приблизительно такой план. План снова снизу вверх, то есть сейчас будет уже сверху вниз. План сверху вниз, где основную роль будет играть нападение с севера на юг. Мы будем с севера на юг резать территорию Польши по Варшаве. То есть совершенно чисто пройдемся своими дивизиями по Варшаве, обрушимся с севера на юг. Закроем их, потому что здесь у нас мощные такие оборонительные укрепления, которые вряд ли они в ближайшем будущем возьмут. Парбупа Арану пытается взять наше укрепление, но у него ничего не выйдет, потому что они уже просрали свой шанс. Они просрали свой шанс. Если бы они атаковали еще месяц назад, они бы могли быть тут, а мы бы были где-то там. Потому что если бы они не воспользовались этой ситуацией, они бы уже давно прорвались к Минску и произошло бы, что произошло, как вы знаете. Но, к счастью, они этого не сделали, а мы умные и мы это сделали. Самое время теперь отодвигать свою стратегическую авиацию на вновь приобретенные аэродромы. Ну, именно я имею ввиду аэродромы в Восточной Пруссии. Теперь Кёнигсберг будет вашей перевалочной базой для атаки на Западную Польшу. Как видите, здесь идет война между нашими и немецкими асами. Нам нужно заткнуть Западную Польшу, взять ее как можно скорее, пока они не перегруппировались. Ну а пока наши дивизии перегруппироваются, давайте поглядим, как венгерские и румынские части просто стоят на месте и ничего не делают. Эта территория получила название Трансистрия, которую как бы Румынии подарил Гитлер и хотел, чтобы Румыния приросла территориями. Но в данном случае ни первая, ни вторая, ни третья линия обороны не оказались лишними. Они просто как бы исчезли из поля нашего внимания, как бы нам печально, как бы нам жутко от этого не было и как бы плохо нам это и казалось. Чтобы ускорить передислоцирование наших частей, придавайте им вот эти вот кнопочки прямой передислокации, то есть давайте им возможность на поездах добираться до фронта, чтобы ускорить, значительно ускорить их прибытие. Тех, кто далеко от фронта, конечно. Ну вот как-то так. А пехота сама сейчас дойдет, пехоту не... не кипошите пехоту, она дойдет сама в нужные позиции. Мне кажется, или этот август 41-го года начинается просто охеренно. Мне нравится эта карта. Да, это уже прекрасная карта. Но, все было бы ничего без... Еще одной прелести. Пока наши дивизии здесь готовятся к решающему удару по Польше, я рекомендую вам ударить, не дожидаясь, Норвегии, прям по Финляндии, прям сейчас, прям здесь. Атаковать всеми силами Финляндскую Республику, обрушиться на нее всей своей ужасающей мощью. Готов! Финляндия не озаботилась своей обороной, потому что не успела получить подкрепление от Гитлера. И поэтому Финляндия... 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 Как видите, Финляндия проигрывает эту войну. Основные ее силы расстреляются на севере, откуда она пытается взять Мурманск наш, потом, вследствие той войны. Но сейчас она занята совсем другими вещами, и ей не до нас. Поэтому мы, пользуясь случаем, всю Южную Финляндию пытаемся отхватить себе. 19 августа наступление в Финляндии продолжается. А наступление, которое мы планируем здесь, только начинается. Итак, рисуем линию нашего будущего наступления. Это Одерская линия по Одеру. Нам нужно захватить ключевые позиции по Одеру и взять Штеттен. Один из блестящих, который будет сделан уже гораздо позже, в 44-м году, планов, который будет разработан в 44-м, прошу прощения, о нападении на Германию прямо по центру, по передовым ее рубежам. Вместе с этим, позвольте вам представить. Кажется, все наши пехотные соединения уже полностью подготовились и готовы к нанесению этого удара. Приказываем товарищу Кузнецову начать наступление с север на юг. Погодите, мы с северной пока не начинаем. Некоторые дивизии все еще прибывают на позиции, поэтому... Где самая долгая дивизия, прибывающая в лесу? Вот подождем, пока они прибудут на позиции. А пока давайте полюбуемся на то, как мы возьмем Финляндию. Внимание! Советский Союз реально мог взять всю Финляндию. Но дело в том, что Финляндия подписала капитуляцию в 44-м. Но это не спасло Финляндию здесь, потому что мы глухи к мольбам Финляндии капитуляции и желаем получить ее всю. Как видите, здесь 107 и 116 дивизий. Практически больше, чем мы располагаем. Мы выдвинули 84 и 123 дивизии на северный фронт. А дивизии Венгрии в количестве союзнических вместе с немецкими силами 115 и 103 дивизии. Сосредоточные в Румынии совершенно никуда не годятся, не бездействуют. Что нам, естественно, на руку. Но, согласитесь, счет не в нашу пользу. Мы сражаемся в меньшинстве. Если бы эти дивизии все пошли прямо на Дуна и пошли бы прямо до Киева, вряд ли бы мы смогли их задержать. Именно благодаря нашему прорыву на Восточной Пруссе мы смогли чуть-чуть смягчить их возможное наступление. До приказа. Я готов. Итак, через 9 часов мы начинаем наступление в Польше, господа. Итак, все дивизии прибыли на свои позиции и мы можем наступать генеральное наступление в Польше для уничтожения немецкой группы армии «Центр». Немецкая группа армии «Центр», рассредоточенная на столице Польши, оккупированная генерал-губернаторством, в Варшаве, в настоящий момент, в 1941 году, где квартируется его мозговой штаб, должно быть взято с двух направлений. Во-первых, это наше восточное и северное. Север атакуем мы пехоты, поддерживает ее отчасти механизированное наступление, которое мы организуем до Одера. Таким образом, два наступления, одно будет перетирать другое. Остатки группы армии «Север» будут уничтожены в ходе наступления на «Штетин». Группу армии «Центр» мы попытаемся взять всеобъемлющим наступлением по линии фронта вот отсюда, с востока, под руководством генерала Кузнецова. Итак, генерал Кузнецов, вам слово, ваша цель, ваша правда. Вместе с Кузнецом параллельно начинается наступление Конева. Как только Конев доведет свои дивизии. Давайте поможем Коневу довести свои дивизии. Сейчас мы подождем, как он сконцентрирует свои силы. А потом начнется наступление Конева. Итак, давайте начнем наступление на Варшаву. Для поддержания наступления мобилизуйте некоторые части Конева, которые расквартированы рядом с Варшавой, в предместьях Варшавы. Рекомендую сделать только половину. Половину дивизии отправляйте, половину оставляйте. В случае с фронтом, примыкающим к восточному. В случае фронта, который не примыкает к нему, просто оставьте, не двигайтесь. Помогайте ему, только окружая. Вот, смотрите. Мы окружаем с двух сторон и берем Варшаву. Взяв Варшаву, мы берем передовой коммуникативный штаб, групп армии Вермахта-центр, и таким образом обескровливаем, обезмозживаем ее генеральный руководящий состав. Вот здесь намечается интересное развитие событий, в которые хотелось бы поучаствовать, побоевать. Это возможный котел в Люблине. Возможный котел в Люблине на территории Люблина, по границе Нарих-Висласан, тоже особенно опасная область, которую мы просрали, потому что там находится шесть, целых, черт возьми, шесть очень хороших, очень укрепленных, очень удобных мостов, обороняя которые, ты можешь без всякого труда в 10 к 1 выигрывать. И мы, как вы видите, выигрываем пока. Обороняет Фридерик Шульц. Фридерик Шульц действует в крайне тяжелой обстановке, потому как он не может сейчас наладить четкое снабжение между двумя армиями, которые мы растираем по территории Германии. И Шульц буквально задыхается от возможностей, которые мы у него оттяпываем один за другим. Поэтому он должен будет либо отдать Варшаву, либо сражаться за Варшаву до конца. И тогда он потеряет много людей, но остановит наше наступление. Давайте посмотрим, как будет действовать Фридерик Шульц против нас. Русские вперед, русские вперед, русские вперед. Готов! Я готов! Внимание! Теперь настало время господину Коневу на решающий удар. Господин Конев, вам слово. Начинается наступление 27 августа 1941 года. Это Висло-Одерская операция, которую мы будем проводить генералом Коневым. Итак, Висло-Одерская операция начинается параллельно нашей операции по зачистке Польши и подразумевает сразу несколько целей. Уничтожение, перетерку двух ключевых немецких армий. Потом мы разберемся с Южной. Но самый, как ни странно, удобный для нас шанс это уничтожить генеральную армию, чтобы потом заняться пограничными. То есть прорваться сразу же к ключевым промышленным зонам Германии. Вы можете поддерживать атаку на Варшаву с нескольких направлений. Когда вы пересечете Вислинское направление, вы, это очень интересные древнеисторические пролетарские районы, но вы понимаете, о чем я говорю. Эти районы очень хорошо поддержали советскую власть во время наступления в 1944 году. Таким образом, даже в 1941 году, когда еще всего этого не было, преодолев Вислу, вот видите, пятачок рядом с Варшавой, у Привислинской области, которую мы пересекли, с запада, западное побережье Вислы. Как только вы доберетесь туда своими механизированными частями, можете смело брать Варшаву уже с четырех направлений, с четырех рук, отрезая ее сначала с севера, а потом с востока. Мы объединяем усилия наших двух армий и перерезаем горло немецкому вермахту. Жду приказа. Выходим! 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 Теперь Варшава практически окружена. Фридрих Шульц ведет ожесточенный бой, он решил сдержать Варшаву, судя по всему, он решил сдержать оборону Варшавы. Мы атакуем с четырех разных направлений. Вот только посмотреть, три направления сейчас будет. Четвертое, замыкающее. Одиннадцать механизированных дивизий, которые должны скруглить этот выступ. Варшавский выступ должен быть закрыт. Кроме того, стрелковые дивизии с юга начинают наступление на территорию Восточной Словакии. Восточная Словакия это один из самых интересных союзников Гитлера в 1941 году. Это славянская страна, которая реально с самого начала была за Гитлера. И вот, поздравляю, познакомьтесь, ее глава, ее заброс, Тито, Тисо. Не путайтесь, Тито, Тисо. Чудесный толстый человек, озорник-затейник, на территории которого мы уже ворвались 1 сентября 1941 года. Советские мальчики и девочки нагладили свои накрахмальные белые рубашки и пошли в школу. Громить немцев во имя Великого Сталина. Завони в жару! Слушаю! Варшаву окружают с четырех направлений, теперь уже четыре направления. Видите, пятое закроет Варшаву с севера. Здесь продолжаются интенсивные бои. Шульц обороняет мост, точнее он наступает на мост, который мы заняли. Мост через Вислу. Но мы должны взять мост через Вислу, чтобы закрыть этот пятачок. Вот как-то так. Это один из самых сложных моментов, это окружение группы армий Центр. Видите, она очень мощная, ее очень трудно взять, она со всех сторон охраняется. Ее нужно сжать в клешне. Чтобы обезоружить группу армии Центр, нужно сжать в клешне ее. Нужно попытаться закрыть с севера и с юга. Прорвитесь на территорию Словакии. И попытайтесь взять плацдар. Мы попытаемся вот здесь найти плацдар с юга, если возьмем восточную Словакию. И закрыть ее, естественно, с двух направлений. Варшава взята 3 сентября 1941 года. Вы можете безболезненно за Советский Союз взять Варшаву. Технические препятствий к этому нет. Идет уже третий месяц технической войны. И мы взяли Варшаву. Мы придвинулись технически уже к границам самого Третьего Рейха, к непосредственным территориям. Восточное Померание, Нижнее Селезие, Переднее Померание, Маркия и Тюрингия. Неплохо. Мне кажется, это уже неплохо. Но знаете, что круто? Когда вы возьмете Варшаву, вы должны перебазировать свои дальние-дальние, которые вами только для обороны планировались, самолеты, которые вы защищали Беларусь. Ну или, по крайней мере, планировали защищать Беларусь. Не суть важна. Теперь вы будете атаковать Западную Польшу с ними. Главное, чтобы ваши дивизии сейчас не выдохлись. Как видите, наше наступление на Померанию немного задыхается. Это естественно. Мы не можем постоянно атаковать их. Чтобы наши дивизии не задохнулись, чтобы наше наступление имело все шансы на успех, мы должны закрыть в районе Кракова эту огромную немецкую группировку войск. Если мы ее закроем, если мы заставим ее выдохнуться, тогда мы можем снова отменить приказ наступления и уже генеральное со всех направлений, объединив Западный и Северный фронт, двинуться на территорию Берлина. Крайняя точка, которая обозначена для наших в данном стриме кампаний, это линия первой группы армии, которая должна занять территорию Восточной Германии. Посмотрим, как быстро Советский Союз сможет занять территорию Восточной Германии в исторических условиях 41-го года. Вперед! Вперед! Выходим! Вперед! Выходим! Целюсь! Так точно! Мы взяли не только Варшаву, но и Лотць. 9 сентября 41-го года пал Лотць. Мы практически захватили основную территорию Польши. Ура! 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 Это большое достижение по сравнению с тем, напомню, где мы стояли. Мы стояли... Мы стояли вот здесь, по линии на Ариф-Висла-Сан. И за три месяца продвинулись на территорию Восточной Пруссии, Люблина, Варшава, даже части Кракова. Ну и потеряли совсем немного человек и вышли на границы, западные границы Польши. Да, есть еще маленький момент, который вы обязаны мне задать. Вопрос такой. Почему мы не берем Румынию? Технически самый главный, основной удар, который должен был быть нанесен группировке немецких соединений, группе армий Юг, по плану стратегического развертывания 41-го года, это, конечно же, южное направление, взятие Бухареста, промыслов, прежде всего, конечно же, нефтяных, Плоешки, Бухарест, для того, чтобы Гитлер уже не мог восстанавливать силы, не мог снабжать свою армию нефтью. И, действительно, когда взят был Бухарест, наступательный потенциал гитлеровской армии практически был сведен к нулю. Почему мы этого сейчас не делаем, ждем? Мы ждем, пока количество войск здесь, на этом направлении, снизится, когда они все перегруппируются сюда, для объединения в группу армии Центр, чтобы помочь им не развалить фронт, который сейчас откатывается к Берлину. Когда их станет здесь достаточно мало, мы начнем наступление, поддержанное Черноморским флотом, когда они полностью передислоцируются сюда, потому что опасно сейчас прямо наступать на них. Это так же опасно, как они пытались наступать на Львовский пятачок, который мы сейчас закрыли успешно. Вот вы представляете, как я волновался, закроем или не закроем Львовский пятачок. Львовский пятачок отныне теперь нам не угрожает. Львовский выступ и Львовская резня отменяется. Если мы нападем сейчас, может быть очередная резня, только называться она может как-нибудь яской резней. Поэтому мы ждем, поэтому мы не нападаем, понимая, конечно, что Гитлер теперь имеет до сих пор нефть и может проводить мощные наступательные кампании. Мы идем на это сознательно. Не стоим, идем! Жду приказа. Готов. Занимаю укрытие! Было бы невероятным счастьем закроемый пятачок под Краковым. Если мы закроем Краков, если нам удастся окружить группировку армии Центр под Краковым, она сейчас, как вы помните, сбежала из Варшавы. Мы генералитет группы армии Центр захватили под Варшавой. Теперь наша цель закрыть краковский выступ, закрыть основные силы армии Центр. И если мы это сделаем, наступление на Берлин можно считать открытым. Потому что больше сил на этом фронте у Гитлера уже нет. Западный фронт рушится. И для него, для нас западный, для него восточный. И Южному фронту уже некогда отправлять дивизии. Просто технически нет сил, чтобы отправлять дивизии для Южного фронта. Мы практически полностью взяли Восточную Словакию. Если ее возьмем, начнем наступление на север, на поддержку Берлина, возьмем Прагу по этой линии и будем двигаться все дальше и дальше. А этот фронт, когда мы успешно дойдем до линии Штетина, пройдем до Одера, он также будет сдвинут на юг. Жду приказа. Готов. Выходим! Выходим! Сухопутные армии практически полностью выдвинулись на линию, которую мы им обозначили. Линия, которую я обозначил, не просто такая глупая такая линия, это просто линия по окончанию Нарьева Висласана, линия по последним границам Польши, то есть уже послевоенным границам, которые установились после 1945 года, до Познанского выступа. Таким образом, мы сдвигаем свои дивизии как можно ближе к Берлину, чтобы создать ровную, красивую такую линию, чтобы в дальнейшем наступать было не только красиво для нас и для вас, уважаемые зрители, но и чтобы у нас не растягивались коммуникации. Готов! Наши, то есть, вражеские войска отступили из Кракова. В 14.00 12 сентября 1941 года Советский Союз взял Краков. 12 сентября пал Краков. Не стоим, идем! Держать дистанцию! Целюсь! Держать дистанцию! Давай, давай! Идем! Идем! Я готов! Наши войска успешно развивают наступление, выдвигаются к последним предвоенным границам Польши, которые будут установлены в 1945 году. Технически наша кампания по уничтожению разгрому армии-центр полностью, конечно, не удалась, но частично вполне себе осуществилась. Было бы глупо рассчитывать на полное выполнение всех наших мечтаний, самых дерзновенных, самых бесподобных, но, тем не менее, и этот результат тоже неплох, согласитесь. Что мы будем делать дальше? Держать дистанцию! Корректируйте чуть-чуть фронт. Наша цель – обвалить полностью немецкий южный фронт. Когда мы закроем пятак, мы должны одновременно начать наступление на южном фронте. Для этого вы снимаете Михаила Пуркаева, снимаете соборонительные задачи, переключаете его для создания плана на атаку по Румынии. Ваша цель – это Бухарест. Простите. Вот эту вот линию чертите. Ваша цель для Пуркаева – организовать атаку на Бухарест. Пусть он ей занимается. Готов! Линия НКВД, вспомогательная линия. Также снимаете с оборонительных приказов, назначаете на наступление. Рисуйте им только румынское направление, средние значимости. И НКВД будет выполнять другую задачу. Хоть наступление практически всех ваших армий с юга будет осуществляться из одного направления, вы будете переходить через Яссы. Но у НКВД будет особое задание, но должно ударить в подбрюшье. Вот таким образом. И последняя ваша линия – вспомогательная, вспомогательная, вспомогательная. Третья уже оборонительная линия. Третью оборонительную линию вы отключаете и также бросаете, но уже на западный фронт для помощи, поддержки. Вот сюда. Этот образовавшийся выступ вам также придется закрывать. Будут поддерживать с юга наступление, вислоудерское наступление генерала Конева. Только что стало известно, что Финляндия капитулирует, и наш великий Иосиф Сталин заявляет, что победа наша сломила трусливый финляндский народ, и теперь его лидеры бегут в страхе, спасая свои шкуры. Пусть они бегут в страхе, спасая свои шкуры. А наша задача – взять Финляндию, сделать невозможные немецкие высадки. И для этого, вы правы, вступает в дело, наконец-то, наш Тихоокеанский, Балтийский флот. Балтийский флот, генералом которого, адмиралом которого я всегда назначаю, Арсения Головко, в данном случае. Ну, в рамках нашей кампании исторической, все-таки Головко. Где-то здесь Германия начнет понимать, что проигрывает войну и будет сражаться с вами со всей остервенелой жестокостью. Готов выдвигаться! Группа армий «Центр» сейчас, которой мы пытаемся, пытаемся и не можем все взять в кольцо, взять захват, сопротивляется. Но мы, не робкого десятка, мы продолжаем наступление. Мы их оттеснили на юг, таким образом разрезали наши части, наши силы на два лагеря. Это первые, которые осуществляют нашу северную операцию. Вторые, это силы, которые ожидают, вспомогательные силы, которыми мы будем готовиться обрушить весь Южный флот. Готов выдвигаться! Когда будут для этого резервы. Некоторые наши дивизии попадают в засады, что очень плохо в данном случае. Попытайтесь избежать таких нелепых казусов. Отправляйте половину дивизии. Пусть закроют здесь ход. Наша главная генеральная цель разгромить группу армий «Центр» под Братиславой, если нам удастся до этого момента их дотянуть, конечно. Вперед, выходим! Мирно! Готов подвигаться! Жду приказы! Мы взяли «Данцик», хотя мы уже и раньше взяли «Данцик», но теперь мы начинаем наступление рядом с «Данциком». Поскольку нас отягощает пятачок под Варшавой, который не хочет уступать нам генерал Шульц, мы вынуждены чуть-чуть замедлить свое наступление и свое продвижение. Вот этот коридор, который мы оставили немцам для отступления, в общем-то, закрывается, они пытаются сопротивляться, вывести свои дивизии. Мы пытаемся отрезать всеми возможными силами. Мы подогнём! Так точно! Занимаю укрытие! Готов подвигаться! Что приказа? Мы подогнём! Проверяйте, чтобы у вас не слишком разрастались линии коммуникации и доводите до ровности свой фронт. Как вы видите, только что был осуществлён прорыв нашими горнострелками под Венгрией. Таким образом, это стало сигналом для начала наступления на Венгрию и дальнейшего освобождения восточноевропейских стран и балканских стран. Приказывайте Никандру Чибисову группировать свои войска и начинать наступление в этом направлении. Вместе с этим начинайте Великое Южное наступление по этим направлениям. Сначала конные. За ними пойдут войска НКВД. Последними у приказа выпускаете войска Пуркаева. Кирилл Мерецков. Войска НКВД. Три направления. Южное направление на Румынии. Мы постараемся сейчас закрыть его. Готов подвигаться. Слушаю. Выходим. Выходим. Прорывайтесь, где вас уже не ждут. Как видите, здесь уже фактически... Фактически нечего ловить. Вам фактически уступают дорогу. Сейчас вы можете по побережью двумя танковыми дивизиями пройтись вплоть до Штеттина. Захватывайте побережье. Немцы не очень часто его обороняют. Поэтому вы очень быстро возьмете плацдарм для наступления на Берлин. Продолжаем атаку! Внимание! Выходим! Кто приказа? Когда отчасти Николая Берзанина прибудут на своей позиции, отдайте им приказ о том, чтобы они... Так точно! Внимание! ...передвинулись с помощью... Что приказа? ...более простого транспорта поездов. Так точно! Они иногда забывают о том, что есть такое великое чудо техники поезд. Выходим! Только что окружили 3, целых 3 дивизии немецкой армии со всех сторон. Давай, давай! Одну дивизию отрежайте, чтобы она закрывала со всех сторон. Наступление немцев. С трех сторон мы окружили 3 дивизии немецкой армии. И двигаемся по побережью. Мы уже взяли переднюю помиранию, порт передней помирании. Второй, если вам повезет, если вам улыбнется удача, вы можете взять побережье у Одера. Прямо у Одера. Тем временем наши дивизии продвигаются вперед до Западной Словакии. Группа армии Центр дезориентирована. Она сейчас полностью закрыта. Отрезана от главного направления, от Берлина. Чем мы и воспользуемся. В реальности, конечно же, нам пришлось бы значительно дольше их убивать. К большому счастью, для нас сработал эффект внезапности. Мы начали наступление по всем фронтам. Как видите, мы сжимаем фронту ЯС. Мы сжимаем фронту... Я готов! Прошу прощения, я чуть-чуть подправлю движение, если вы позволите. Мы сжимаем фронту ЯС. Мы двигаемся непосредственно на Бухарест. Захватываем один за другим города. Не забывайте перебазировать свои дивизии, свои части из тех аэродромов, которые вы не захватили, в тех, которые вы уже захватили. Украину пока не трогаем, двигаемся дальше. Наша цель постепенно двигаться, захватывать передние помирания. Только что мы окружили весьма солидную, целых 20 дивизий, группировку войск противника. Обращайте на нее внимание и немедленно... Готов! Атакуйте со всех направлений, которых можно. Вперед! Выходим! Пошли! Пошли! Они сейчас окружены, и поэтому получают штрафы от того, что их плохо снабжают. А поскольку у нас бесчинствует наша советская авиация, наша советская авиация бог войны. Выходим! И пользуется, соответственно, преимуществами. Но давайте переключимся на группу армии в центр. Выходим! Армия в центр должна быть разрушена. Ее, как видите, Наталай Берзанин и Василий Кузнецов уже хорошо потрепали. Теперь ее осталось отрезать от группы армии. Мирно! Мирно! Так точно! Я готов! Можем продвинуться в этом направлении до Братиславы. Выходим! Если наше наступление поддержит достаточно количество дивизий, то мы сможем закрыть их окончательно в Братиславе, и тогда уже в мешке они не будут представлять для нас никакой угрозы, никакой опасности. Я готов! Смирно! Выходим! Перед вами начинается очень жесткая кампания по уничтожению Максимилиана фон Вейхта и его группировки из 20 целых 20 дивизий, больше чем 20 дивизий, под... Прямо под Варшавой, возле Плодска. Это крупные дивизии, которые нашу любимую Прибалтику брали в клешни. Теперь же они в клешнях у наших добрых советских людей, которые разломают их оборону. Добрые русские люди, простите за упоминание советских, разломали Максимилиана фон Вейхта, и теперь у них освободились руки, чтобы завершить Висло-Одерскую наступательную операцию. Поздравляю вас! Кроме того, мы захватили аэропорт передней Померания. Теперь давайте кое-что мы подкорректируем. У них не совсем... гладко. Вот так. Я готов! Вот так. Что приказа? Сейчас... Готов подвигаться. Позвольте мне чуть-чуть отодвинуть их поближе к фронту. Внимание! Выходим! Двигайте их с помощью стратегического перемещения поближе к фронту. Сейчас 6 октября 1941 года, и советские части неудержимо рвутся в Берлин. А поскольку мы эксплуатируем Германию, то мы можем совсем уже не заботиться о том, чтобы покупать какие-то товары у кого-то еще. Внимание! Балтийский флот орудует сейчас, чтобы уничтожить последнее сопротивление нацистов в Балтийском море. Мы закрываем возле Тампера сопротивление немецких передовых механизированных частей, и скоро Северный фронт с Жуковым отправится уже под Германию, прямо под Берлин. Скорее всего, переднюю помиранию мы его отправим. Южный фронт прорван. Южный фронт сейчас находится под активным обстрелом. Как видите, не так сложно. Маленькая историческая справка. В августе 1941 года вся ужасающая по своей мощи Румыния трепетала, вспоминая, июльские десантные операции Советской Армии, успешно продвинувшиеся на территорию Румынии в 1941 году на целых 50 километров. В данном случае 50 километров от Бессарабии, которые я отдал. Но какая разница, вы теперь должны понять. Огромное количество заградительных длинных линий, которые вы строите вокруг своей территории, не спасает вас от внезапного нападения. А вот хорошее организованное наступление вас спасает. Что мы и продемонстрировали для вас теперь. Давайте поглядим, как дела у нашей группы Армии Центра. Похоже, что группа Армии Центра пытается вынести из-под Братиславы к Венину. Пытаемся их задержать, перерезать их на этом пути. Они закрылись в горах. И, как вам, кстати, нам пригодятся наши горные стрелки, чтобы вы курить их оттуда. Мешочек должен закрыться. Готов! Так точно! Мирно! Готов подвигаться! Брось! Немцы постепенно отступают из-под передней помирания. Мы входим, господа, на территорию непосредственно самой Германии. Наступил, наступила осень 1941 года. Советский Союз подходит непосредственно к территории самой Германии. Грось! Выходим! Как вы видите, плохо организованная оборона у Штатина настолько трещит по швам, что вы не можете не заметить. Сейчас, прости, после этого... Сейчас Берлин начинает сам по себе окружаться. Да, только что поступили международные новости. У нас капитулировала Словакия. 10 октября 1941 года, четвертый месяц боев. Капитулировала Словакия, это значит, господа, смотрите, группа армий, центр полностью дезорганизована. Она закрыта вот здесь. Наша задача в том, чтобы аккуратно и тактично, вежливо загонять ее в этот капкан и добивать. Без всякого напряжения. А теперь Берзанину приказываем поддерживать наступление в Берлине. Да, кстати, возвращайся. Поскольку рядом с Берлином практически Наскаро, собранное ополчение Гитлера, Наскаро свои дивизии сейчас собирает, невозможно серьезно, как вы говорите об обороне Берлина сейчас, потому как со всех сторон наши дивизии рвутся, не защищены вот этой ставкой. Здесь 44 дивизии, которые мы оттеснили на юг. Это наш грандиозный стратегический успех. Именно потому, что эти дивизии не подоспели на помощь Берлину, мы сейчас забираем Берлин себе, давим его, потому что сопротивления фактически нет. 11 октября 1941 года сопротивление по берлинскому направлению практически ликвидировано. Только что взята Прага. Советские солдаты вступили в Прагу 9-го. Я не помню какого. Вы можете посмотреть это в записи и потом сказать мне. Мы продвигаемся дальнейшую к Берлину. У Штетина сопротивление... Практически нет. Мы свободно двигаемся к Берлину. Закрывайте тогда сопротивление двух концов. Одну дивизию отправляйте, чтобы они с другой стороны Одера захватили передовые рубежи. Они понадобятся нам для выступления этих частей. Вперед! Вперед! Так точно! Слушаю! Переднее помирание противника. Продолжение следует... Переднее помирание противника. Практически полностью закрыто. Теперь мы мобилизуем наш Северный фронт. Дотали совершенно бездействующий. Северный фронт вместе с Жуковым отправляется сюда. Это будет 5-я армия, которая будет возглавлять генерал Рокоссовский. Маршал Рокоссовский, простите. И эта армия, очень хорошо показавшая себя в Финляндии, возьмет себе... Давайте придумаем направление. Самое интересное направление это австрийское. Пусть мы сделаем так, чтобы они взяли австрийское направление. Австрийское направление и направление к Италии. Жуков будет возглавлять все войска, двигающиеся туда. А его предыдущие приказы мы отменяем. Норвегия, которая освободилась от власти нацистов, более в нашей помощи не нуждается. А Финляндия капитулировала. Поэтому снимаем смело со всего фронта войска. Мы практически полностью дезорганизовали действия Балтийского немецкого флота на территории Балтийского моря. Поэтому никакие нам серьезные десанты уже не угрожают. Готов? Готов подвигаться. Готов! Я готов! Слушаю! Жду приказа! Зададим шару! Маленькая техническая заминка из-за того, что искусственный интеллект думает, что мы идиоты. И хочет показать, что мы сами имеем, поэтому... Не все наши армии, которые я приказал, чтобы они были, он направляет туда, куда надо. Поэтому сейчас я их направлю куда надо. Так точно! Что приказа? Смирно! Это проблема генерального планирования, когда ваш фельдмаршал, генерал, военачальник... Я готов! Искусственный, естественно, интеллект этого генерала, военачальника немножечко туповат, поэтому... Внимание! ...он отправляет назад в другие... на другие стратегические направления вашего войска. Не обращайте на это внимания. Просто в ручном режиме передислоцируйте их куда надо, чтобы немцы ваш фронт не порушили. То у вас так все прекрасно получалось. Когда у вас очень много дивизий, очень много фронтов, вы уже запутаетесь в этих линиях, в змейках и переплетениях, чтобы уже не обращать на них внимания. Изредка поглядывайте. Смотрите, мы обнажили себе фронт только благодаря действиям вашего гениального яичного военачальника. Выходим! Продолжаем атаку! И не забываем покупать, чего у нас недостает у того, у кого у нас недостает. Соединенные Штаты, пусть и гадкие империалисты, но все-таки у них есть нефть. А нефть, это всегда радостно. Теперь, господа, я хочу поздравить вас. Поздравить вас. 17 октября 1941 года советские войска взяли Берлин. В советском коммунике сообщается, что окончательная капитуляция войск Германии неизбежна, окружение города завершено. Русские вошли в него и по нескольким направлениям взяли, на каждом шагу преодолевая отчаянное сопротивление немцев. Наконец, советским войскам удалось перейти мост Мольтки и занять здание Рейхстага. Они отбивали одно помещение за другим и в итоге водрузили над городом советский флаг. Битва за Берлин окончена. Фашистское логово взято. Королевство Румыния вместе с Гитлером капитулирует. Господа, благодарю вас за внимание, за то, что вы были на этом стриме, потому что, ну, собственно говоря, мы уже взяли Берлин, что и дальше. Дальше вы видите ситуацию сами по себе. С дивизиями, которыми располагал Советский Союз в начале июня 1941 года, вполне можно было нанести масштабное поражение войскам фашистской Германии и объединенным коалициям, не прибегая к серьезным ухищрениям. В связи с чем Советский Союз все-таки не добился вот этого. А это вроде бы как сейчас перед вами какое-то альтернативное жуткое будущее. Страшно представить, да? Которое не имеет вроде бы отношения к реальности. Советский Союз на самом деле решил наступать с самого начала. Он не выждал, как мы, не подождал и не начал развертывать свои силы. Именно поэтому Советский Союз был в октябре 1941 года вот здесь. Где-то тут. Вот тут. Рядышко. Не суть важна. Вот здесь где-то, под Волоколамском. А мы в октябре 1941 года вот здесь, под Берлином. И, как вы видите, очевидность ситуации и поражение Германии уже очевидны. Они на лице. И больше, я думаю, смысла, собственно говоря, продолжать эту кампанию нет. Я хотел вам только показать, как можно было с помощью удачи, небольшого везения, знания, стратегии, разгромить гитлеровскую Германию, дойти до Берлина. Ну, мы не всю гитлеровскую Германию разгромили, дошли до половины, только пути в 1941 году. Таким образом, в ответ на вопрос, да, можно в 1941 году было разгромить Германию, если действовать грамотно, умно, сообразительно, и если у вас действительно хорошие люди во главе. И все мифы о том, что Советский Союз слабый, у него разваливающиеся танки, никуда не годная артиллерия, солдаты, которые бегут, спасаясь бегством. Все это, конечно же, глупая, околотелая чушь. Как вы видите, только что я на ваших глазах сделал то, что Гитлер сделал в 1941 году, но с Германией. Я упредил Германию в стратегическом развертывании, и мы с вами вместе только что фактически поставили ее на колени. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайк этому видео, если вам понравилось. Если вам еще больше понравилось, вы задонатьте тогда. И я могу продолжить кампанию. Вместе с вами разгромим. Докончим разгром и Третьего Рейха Италии, если вам так понравится. А я прощаюсь с вами. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и донатьте. И, конечно же, не забуду вам сказать русский вперед. Русский вперед, русский вперед.